Привет! Вы на канале Рыбакиты. Я рисую сегодня лимон сочный. Рисуйте со мной. Я взял белый лист бумаги. Очень просто. Для этого мне понадобится желтая краска, еще желтая краска, белая краска, может быть зеленая краска. Вот такие цвета. Может быть еще одну зеленую взять на всякий случай. Примерно такие цвета мне сегодня понадобятся. Я их отодвину вниз, чтобы они нам не мешали и очень хорошо вам было видно. Я сейчас рисую очень простой лимон. Попробуйте рисовать со мной. У меня будет правда просто. Для начала я возьму желтый. Такой лимонно-желтый цвет. И нарисую круг. Вот тут слева я нарисую круг. Вот такой круг. Я довольно много беру желтого цвета и рисую вот такой круг. Вот он прям желтый, желтый, желтый. Я только желтый использую. А теперь я возьму еще больше воды, еще больше желтого цвета и нарисую лимон здесь. Вот здесь я нарисую такой овал. Здесь лимон у меня будет разрезанный, а здесь у меня будет овальный такой лимон, который целый. И он имеет такие вот выпуклости сверху и снизу. Он, можно сказать, на попке и на носике. Вот такой. Он как яичко. Похож на яичко, но только с такими штуками. И вот так вот я рисую лимон. Он очень сочный. Уже видно, какой он сочный. А теперь я беру белую краску. Не зеленую, а белую краску. Немножко макаю и обвожу свой лимон. Вот так вот. Резанный лимон обвожу белым. Прямо белым обвожу, немножко заходя на желтые края. Вот так вот. Получается, я немножко обвел его всего белым. А теперь мне нужно взять другой желтый цвет, потемнее. Или тот же самый, но немножко добавить красного или оранжевого. Лучше взять тот же самый примерно цвет. Я возьму чуть-чуть потемнее желтый цвет. Я думаю, вы поймете почему. И мы нарисуем еще одну обводочку. Это будет кожура нашего лимона. Она как бы и есть, вот эта белая кожура такая. А я немножко обвожу и становится хорошо видно. И этим желтым же я добавлю немножко сюда. Желтого, желтого, желтого. Вообще лимон он такой обычно может быть зеленовато-желтый. Желто-желтый. Или какой-то такой желтый-желтый-желтый. Вот такой у меня теплый лимон. Но я сейчас добавлю в него зеленого. Но сначала я хочу нарисовать ему и листочек. Потому что мне кажется, листочек очень интересно рисовать с фруктами сочными. Если вы рисуете сочный фрукт. Обязательно какой-то большой листочек. Я взял зеленого, прям вот так побольше. И вот отсюда до сюда нарисую зеленый лист. И он будет вот сюда заходить. За тот лимон. А здесь вот сюда идти. Такие лимонные. Листы такие длинные. И сюда я их рисую. Они вот тут хорошо легли, мои листики. Отлично. Теперь же этого зеленого я могу добавить немножко в желтый. Я могу взять желтый, зеленый, перемешать. И у меня получается здесь такой желтый-зеленый. И сюда тоже можно добавить немножко зеленого, немножко желтого. Лимоны они разные бывают. Есть такие лаймы, они такие еще более зеленые. Но бывают и желтые. У меня такой сочный, сочный, сочный. Отлично. Отлично. Получается хорошо. Теперь мы возьмем зеленый потемнее, чтобы у меня был супер сочный лимон. Мы вот здесь добавим сочности в его зелень. Отличной сочности в его зелень. Такой большой, сочный лимон. Отлично. Теперь мне, наверное, понадобится оранжевый или коричневый. И очень тоненькая кисточка. Но если у вас нет, то не переживайте. Можно рисовать и толстенькой тоже кисточкой. Давайте немножко добавим здесь вот точечки и нарисуем обводочку. Такую тоненькую, тоненькую, тоненькую обводочку рисуем. Теперь нужно, самое главное, показать прожилки нашего лимона. И они вот так идут. Раз в разные стороны. В разные стороны. И они такие довольно мелкие и похожи на паутинку. Видите, я прям в разные стороны, как тортик, его режу. Отлично. Здесь я точечки этим же цветом добавлю, точечки. А весь лимон, вы знаете, в пупырышках бывает, да? Отлично получается. А теперь дойдем до белого. И белым я нарисую блики. Блики я нарисую вот здесь нашему лимону, вот здесь. И на маленькие точечки я везде поставлю блики. И если вы заметили, когда я первый раз дотрагиваюсь до краски белой, она очень белая. А потом она смешивается. Из-за этого нужно так ляпами рисовать. Немножко ляпами, тогда будет более видно, что как бы белая краска не будет смешиваться. Здесь я сделаю несколько точечек. Это косточки. Косточки. И здесь тоже можно блик сделать такой. Отличный лимон. Мне очень все нравится. Я действительно просто его как хотел, так и нарисовал. Он висит на дереве у меня еще. Совсем-совсем готов к тому, чтобы мы его поймали, съели. И что хотели бы с ним сделали. Я вам советую попробовать нарисовать такой лимон. Такой хороший, яркий. Я думаю, у вас получится. Ну, можно нарисовать еще что-то. Например, здесь можно нарисовать зелененький листочек, который упал с дерева. И дорисовать как вы хотите. Попробовать поэкспериментировать. Здесь я нарисую листочек. Потому что не хватает чего-то в моем натюрморте на тему лимона. Но я старался очень мало цветов использовать. Немножко черного использовать. Очень прям мало цветов использовать. Чтобы вы тоже не запутались в рисовании. Чего нужно добавлять, чего нет. Всего лишь сегодня мы использовали желтый, белый, зеленый. И фактически этого достаточно, чтобы нарисовать очень простой такой лимон. Рисуйте, радуйтесь. Приходите еще рисовать со мной лимоны. Я буду рисовать всякие разные овощи и фрукты в ближайшие дни. Обязательно порисую побольше всякого такого интересного. Здесь можно даже цветочек какой-то нарисовать. Ну, в следующий раз нарисую цветочек. Спасибо, ребят. Рисуйте, радуйтесь, как я сказал. И до новых встреч. А если вы что-то нарисовали, обязательно присылайте мне. Пока.